Бальному танцу, летящему и изящному, покоряется любой возраст. Нужно только очень захотеть и, в первую очередь, выпрямить спину. Это еще раз наглядно доказал Выборгский фестиваль «Танцуй, как звезды». Они танцевали аллилуйя, любви и нежности, грации и красоте, и порой, казалось, парили над сценой. В этом году показать свое мастерство выборгскому зрителю решились восемь коллективов – из Санкт-Петербурга, Кронштадта, Гатчины и Светогорска. Хозяева фестиваля коллектив спортивного бального танца «Рель», как всегда, задавали празднику радостный, подчас достаточно игривый тон. Но для того и придуман этот фестиваль, чтобы показать не только классику спортивного бального жанра, но и так называемые шоу-программы коллективов. Очень мало хореографов, в принципе, бальной хореографии, занимаются постановочными номерами. И мы здесь собираем тех энтузиастов, которые не только конкурсной программой занимаются, но и шоу-нумерами. Артисты в этот вечер кружились в вихре чувств, показывали европейское попури, зажигали в джаве и свинге. И, конечно, в преддверии юбилея Великой Победы не могли оставить в стороне тему любви на войне. Бальные танцы – это, конечно, прежде всего танцы парные. И от того, насколько слажены партнеры, зависит исполнение номера. Поэтому к подбору своей половинки артисты относятся очень ответственно. Зато уж если, как говорится, попали в точку, то и тренироваться, и выступать легко. Катя и Антон вместе уже пятый год. Рассказывают, бывало трудно, но помогло общение вне занятий. На мой взгляд, танцор должен быть энергичным, чтобы зрители чувствовали эмоции, которые выполняют на сцене дети. Танец можно прописывать как лекарство в любом возрасте. Проводя свое время в танцевальном зале, мальчики и девочки, юноши и девушки, и даже взрослые, начинают познавать свое тело, избавляться от стеснительности, перестают бояться друг друга, а значит, уже никогда не будут страшиться мира, в котором живут, сами делая его прекрасней. Наталья Березовская, Иван Лопатко, медиагруппа «Наш город».